Утро трудного дня. Непростой оказалась дорога на работу для минских водителей. Сразу две оживленных артерии столицы оказались парализованы из-за аварии. Пробки в утренний час застали шоферов на проспекте Независимости и улице Клары Цеткин. В одном случае пострадали 4 автомобиля, в другом 3. Из-за плотного движения одно столкновение вызвало цепную реакцию. Не обошлось и без пострадавших. Серьезные травмы получил участник аварии на проспекте. Сейчас мужчина в больнице. Репортаж со столичных дорог у Александра Штемплевской. Не день жестящика, а день строителя. По совпадению трое водителей, пострадавших в аварии на проспекте Независимости, трудятся в этой сфере. Но сегодня до работы вовремя так и не доехали. Авария произошла около половины восьмого утра. Грузовой Мерседес ехал со стороны Уручья. Напротив восточного кладбища у автомобиля на ходу вырывает колесо. Грузовик становится неуправляемым. Его разворачивает и выносит навстречу, где Мерседес врезается в легковой Митсубиси. Удар пришелся на сторону водителя. После этого японский автомобиль уже по инерции въехал в попутный Опель. Пострадал водитель Митсубиси Галант. Он принял первый удар, скажем так. И у него самые серьезные повреждения. Подозрения на переломы ребер. Инородные тела в глазу. Остальные водители уже более как покасательные. Покасательные были удары дополнительные. Там было у них время среагировать, затормозить. Уже не такие большие скорости были. После столкновения с японцем грузовик задел еще и Форт Мондео. По касательной водитель Инверсала успел вовремя среагировать и уйти от прямого удара. В итоге большегруз занял с собой сразу две полосы. В утренний час пик освободить хотя бы одну из них было крайне важно. Это не единственный участок, на котором водители смогли прочувствовать трудное утро понедельника. Большую пробку собрала авария в районе площади Багушевича. Там в час пик столкнулись сразу три автомобиля. В общем-то мелкое ДТП надолго заблокировало две полосы на Клары Цеткин. В плотном потоке водитель БМВ выбрал не лучшее время, чтобы перестроиться. Соседи ударили по тормозам и представитель немецкого автопрома врезался в соотечественника Мерседес. Тот в свою очередь передал эстафету Рено, который ехал впереди. В итоге БМВ оказался в крайней правой полосе и чуть не угодил под колеса МАЗа. Благо в этой аварии обошлось без пострадавших. Примерно через полчаса улица вернулась в свой привычный ритм. Александр Штемплевский, Григорий Кристофович, Зонаикс, Минск.